Доброе утро, мы уже идем на завтрак. У меня вот такая теперь новая фрикольная масочка, которая одевается за уши, потому что прошлая, которая одевалась с такими резинками на завтрак, было неудобно, потому что она сильно давила мне на волосы. В общем, мне суть Юля опять не идет с нами на завтрак, потому что у нее работа и свои дела. А еще я сегодня лоханулась и не убрала никуда ногу и оставила его прямо под кроватью. И у меня ночь упала подушка. Я надеялась, что мама или Юля проснется и поднимут ее, конечно, но они упали на игру. И осталось спать без подушки последних часа два. Мама говорит, что она хочет домой. Я хочу позавтракать булочкой, наверное, которую мы кушаем у меня каждый день. А сегодня в санку до вытряга? Сегодня в санку. Я люблю в санку. А я нет. Мама любит пшенку. Нет. Я не знаю. Не знаю. Нет. 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 Завтрак дали опять булочку, хлеб, банан. В этот раз уже не колбаса, а такая, как ветчина, йогурты. Без вкусов, без ничего не жирного. Вот такие вот сырочки. Я наконец-то увидела, они очень вкусные. И мы взяли по два джема. Смородина и клубничка. И маму то же самое. Но мы хотели еще на Юлю взять полный такой же набор. И девушка нас неправильно поняла. И мы ей говорим три, а она дает нам три банана еще. Или два. Два. Ну, в общем, короче, она нас неправильно поняла. И мы взяли то, что она дала. Вот. Поэтому у нас бананов четыре на троих. Будем кушать приятно. В общем, я монтировала влог. С нашей поездки почему-то все пошло в каких-то пикселях, точечках. Я не знаю, как это... В пикселях, я сказала. Я не знаю, как это исправить. Оно прям начинает перебеть в каких-то моментах. Хотя на камере, на айфоне все хорошо показывают. Возможно, это из-за редактора. А у меня он еще и не лицензионный. То есть я скачала взломанную версию. На обед. И не все мы еще посерять. Надо пускать такой пакет. Потом они это все перекидывают в сетку с номером. И помещают номер нашей комнаты. Мама срала уже вроде нормально. Правда, они очень сильно мятые. Но шумаем и помаем. Хоть так, но это чистый. На обед вот такую вот траву. Сосиски. И пальчик каждый. Но Юля отказалась. Она захотела маму еще хлебаться. А сейчас еще чаек будет. И кофе. Мы пытались только что объяснить. Мы были записаны завтра на регистрацию, что нам она не нужна, потому что мы едем смотреть квартиру в другой город. А нам сказали, когда мы сюда заселялись волонтеры, что мы не имеем права покидать город, если мы будем тут уже зарегистрированы. И Юля спустилась, им сказала, что... Что она сказала? Первый раз. Что у нас есть вопрос, послышно, что у нас будет жилье в понедельник. А, да. Они сказали, окей, мы вам тут зарегистрировали, вы потом перерегистрируетесь. Типа туда. Нет, потому что пропишите, зарегистрироваться по финалу. А, вы там пропишитесь. Типа нет проблемы. И она забыла сказать, что это в другом городе. Мы сейчас пошли. Общались с немцем, который разговаривает на английском, но не знает русский. Ладно. Без проблем. Потом разговаривали с девушкой, которая понимает русский. Она сказала, что это не проблема, это типа грубая ошибка волонтеров. И что? Мы имеем право выезжать. Фух. Они сказали, что они бы нас даже сейчас приняли, если бы мы сами себе сделали быстрые тесты. Но мы их не умеем делать. В общем, проблем нет. Нас просто неправильно обстили и накручили. Фух. Мы отчет пройдясь. Пойдем в магазин. Мне нужно докупить стратку для немецкого. И для себя, для нас. Потому что у меня нанесли несколько для правил. Я хочу себе отдельно еще четвертку, в которых можно именно вопросами решать, решать, решать и не давать руку. Начала уничать правую ловку. Мы пришли уже в магазин Aldi. О, это не Coca-Cola. Мелко. Пятна. Так, а цену ты видишь? Так, это цена во всех магазинах такая. Мы были в магазине в... Скажи. О, наши шоколеты, потому что мне нравится. Вот, мамы. В каком вы были в магазине? Типа, как Ева, и что такое. Ну, так, а что мы туда потом не можем проехаться? Нет, я не знаю, где она в ней находится. Мы были в другом городе. Ага. А тут цена дороже, чем у Оли. Нет, это не Оли, а там просто акции. А у Оли, а не, евро тридцать было? Евро тринадцать вроде. О, вот эта штучка три евро печеньки Нателло девяносто, но сто гривен у нас в Симфоне стоили двести пятьдесят. И то это вроде даже по акции или нет. Ну, короче, они очень дорогие были. О, куча железок, правда. Жвачки, снеки. И, короче, много чего, на самом деле. Он принглсы, ну, по такой же цене, как и у нас. Был Фантас Манго, но она бесяла. О, вы гостите? Да. Вот он, кол. Финдеры по восемьдесят пять центов. Если переводить на наши, это меньше тридцати гривен. Вот. Цены, как у нас, такие же, как у нас. Много таких подарочных сертификатов на разные бренды и магазинчики. Вот так назывался магазинчик. Мы пойдем еще в Лиддл. Может, там будет чуть-чуть дешевле. Я пришла в Лиддл, и мы увидели Юлю почему-то. Я не знаю. А кто-то ушла? Я надеюсь, хоть тут будет канцелярия. Я иду без масок. Молодец. Да, кстати, с масками тут все стоит. Даже украинцы одевают и не ворнякуют. О, вот три. Ну? Нет, как мы кушали в этой. А, короче, такие макарошки. А тут есть спагетти. Польс. Нет, это такое же фирма, как Коля давала. Нет, это в Польше мы такое кушали. Не совсем такое. Ну, фирма такая. Надо Юли найти. Юля убежала. Пойдем. Вот какой. Там были ржаны, вот тут вот фишки. Багерь. Но это надо иметь другое. У мамы, прикинь, Принвелс стоит 79 центов. Мы только что брали в магазине, он почти 3 евро. Читаю потом, там написано вообще другое. В итоге, вот цена на Принвелс. Я уже обрадовалась. Тут еще есть такие вкусы, которых нет у нас. Вот этот. Вот этот. Ну, короче, я расстроилась. Зато кола мы тут нашли довольно дешевую, потому что мы брали в Варшаве за 40, что ли гривен, а за 60 гривен. А тут пепси, полторашка, стоит евро и 2 литра евро 11. Спрайт идет в прозрачных бутылках, то есть, типа, жидкость прозрачная, значит, бутылка прозрачная, а не зеленая, как идет у нас. И вот 7-Up, та же самая история. Но это необычно, кстати. Наше кофе тут вообще дорогое. Баночка маминого на скафе 10 евро. Вот такое недорогое. У них цены идут сверху. На шоколадке одинаковая цена. А может возьмем... А, ты взяла уже одну, да? Смотри, твое. А, нет. Это не на них цены. А, нет, вот, евро 69 за большую. И евро 15 за маленькую. А, вот это кое у нас нет. О, это такая, как мы с тобой ели, маленькую. Такая, это такая же. Ну, возьми за какую-то. Или вот такую. Мелокую. Или вот такой треугольник. Это ж она? Она. Мелка-мелка. Маленький ховер побольше. Тут меды всякие. Булочки тут есть, выпечка. 15 центов булочка. Посмотрим? У нас, кстати, ни одного из этих нет. Такая милая милка со смайликом. Прикольно. Я с мамой иду кушать. Эта писька-дрызька тут осталась опять. Они вообще не любят. Доходи, там много людей, они меня морально раздражают. А? А ты пока покрутил, все будет там что-то. Хорошо. Я еще сегодня монтировала блог. Но там с характеристом проблемы. Я не знаю, как выпустить, типа, отдельно всю дорогу. Или сначала на первый день, потом второй день. И, наверное, вообще сначала первый, потом второй. А потом отдельные дни, которые мы уже были, например, в Германии по датам. Но на это все надо время. Или завтра у меня учеба начинается. Но там выходное просписание. И, собственно, как всегда, я забыла маску. Я захожу. Этот человек тихаря поднялся с кровати и пошел хавать шоколадку. Когда я предлагала, он сказал, что нет, я не буду. Что ты скажешь в свое оправдание? Ты жжжалка? Жжжока. Я ушла. Но это ненадолго. И там же мама меня ждет, Зонечка, потому что на улице дождь. Я забыла, что мы кушали. У нас была ветчина сыро. Зачем? Булочки и перчик. И киви. Но я забыла. Вспомнила уже, когда было пусто. Обидно. У меня весь вечер болит желудок. И красное лицо, и горит все время. И ржу постоянно. И ржу постоянно. Потому что у меня кровать такая скрипучая. Мне всегда на меня не слышно. Не пержу. Не пержу. Я пержу тихонечко. И выгружаю видос. Вот в таком положении у меня ноут, потому что он сильно греется. Так и не получше. А на канал как раз выгружается первый вложек. 31 за 24, 25 число. На мобильном интернете. В общем, только что была пожарная сигнализация в третьем корпусе. Мама, я это вставила в Ютуб. Да, я в это время была жопой. И вы бежали люди. Нет, в Ютуб. Вы бежали люди, приехали пожарные. И security. Да, я его тоже пошла. Я забыла полотенца. Она все врет, пожалуйста. Вот, везде люди, короче, поодевались. Выбирали случайные. Мама, хватит. В общем, мамины комментарии вам, я думаю, будут нравиться в моих влогах. Ну, короче, они сейчас, по идее, заходят и обратят. А я в это время просто мылась душ. Вот так вот все происходит. Быстро.